Здравствуйте! Мы продолжаем нашу встречу с народным артистом России Сергеем Захаровым. Здравствуйте! Вновь приятно Вас видеть по ту сторону экрана. Мы остановились с Вами на романсе. Да. Какие жанры Вы еще любите и всегда в концертах поете? Ну, оперета, безусловно, имеет огромное значение для меня. Веселый жанр, все не всерьез, страсти, хотя и основаны на истинных страстях, но не гротескные. И оперета не требует такой уж искренности, оперета требует искрометности. Но это по определению такой условный жанр, как и опера. Опера тоже весьма условный жанр, потому что если смотреть на теперешнюю оперу, на оперу, которая сейчас в мировой практике процветает, то это, конечно, прежде всего актерская игра. Но изначально не было заложено сие в оперу. Это было просто сцены, когда выходили артисты на авансцену. Стояли. Пели, стояли, и мизансцена продолжалась. Конечно, в этом смысле опера очень эволюционировала. Но арии из опер я пою, безусловно, любимые арии из опер. Есть такая даже программа, любимые арии из опер. Ну, вместе. Любимые арии из опер и опер. И я этому жанру уделяю большое внимание. Моцарт. Ария Фигера. Моцарт. Ария Фигера. Моцарт. Ария Фигера. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Кроме всего прочего, существует большой кусок моей жизни, посвященный и эстрадной музыке. Романс больше времени занимает в моей жизни, и это естественно. Мне сейчас, честно говоря, в эстрадной песне я не нахожу для себя интересных тем или каких-то очень глубоко проникающих в мою душу, струн затронутых. Я имею в виду в той песне современной, которую мне сейчас предлагают. Поэтому, безусловно, я обращаюсь к песне, которая писалась как в советские годы, так и в ранние. Но вот чем ближе к крушению империи, тем все хуже и хуже обстояло дело и с песнями в том числе. Поэтому в моей программе песни те, с которыми я выходил на сцену, те, по которым меня люди помнят, знают и хотят эти песни слушать и слышать, поскольку они звучали тогда, когда эти люди были молоды. А как вы знаете, молодость – это прекрасная пора, и ее хотят всегда возродить в памяти и в жизни своей, вспомнить, пережить заново. А с моими песнями у многих зрителей связаны какие-то очень точные семейные обстоятельства. Я даже помню, где-то за границей, по-моему, в Канаде мы были с пианистом, ко мне пришла, подошла женщина и говорит, «Вы знаете, вот я была на вашем концерте в Ленинграде тогда, и вот на этой песне, по-моему, это были, это была, сейчас не скажу точно, какая песня именно, но вот на этой песне мы встретились глазами с моим мужем. И это был прекрасный вечер, и мы воудушевленные после концерта пошли вместе, и началось… А теперь у нас уже шестеро детей, двенадцать внуков, так что я принял участие. И я уверен, что во многих случаях мои песни для многих зрителей имеют вот такое почти биографическое значение. Но это не потому, что я такой хороший, просто эпоха была такая. Но у вас еще и русские песни есть в репертуаре. Безусловно, русские песни сегодня они будут звучать тоже. Русские песни – это особая статья, это вот та щемящая, вот эта славянская самостность. Знаете, ведь мы не там и не там. Мы с вами и не в Азии, и не в Европе пока, к сожалению. Мы так сами по себе. Евразия. Евразия, да, сами по себе. И, конечно, наш менталитет настолько необычен, что западникам остается только говорить загадочная, там, русская, там, загадочная славянская душа, знаете. Вот. И нам их очень трудно понять. И поэтому наши диаспоры, что русская, что украинская диаспора за рубежом, они живут компактно, обособленно. Да, да. Да, как, собственно, и все остальные. Еврейская диаспора, армянская. Все, кто вышел из Советского Союза, это все советские. Да, русские. И артистам удобнее приезжаешь, уже они там все собраны. Все собраны, да, 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 да. Да, так сейчас, поскольку границы перестали, в принципе, существовать, концертным залом стал весь мир. Поэтому говорить о свободном времени или о моментах простоя, когда ты не работаешь, не приходится. Постоянная работа, постоянные разъезды. Скажите, а кто ваши зрители преимущественно сегодня? Ну, прежде всего, это, конечно же, интеллигенция или ее рудименты, в зависимости от того, что в данном случае, с кем мы имеем дело. Но чаще всего, прежде всего, это возрастной ценз. Это народ где-нибудь от 40-45, и пока он может ходить. И, наверное, все-таки в основном женщины. Больше, процентов 70. Не факт. Нет? Не факт. Ну, вот я иной раз прихожу на премьеру, на какую-то, вижу, 70% женщины. В музей заходишь тоже все. Ну, как-то так получается. Я думаю, что у мужчин просто интересы другие в данном случае. Поэтому женщины кооперируются и получают удовольствие от зрелища, от искусства. И, кроме того, мне кажется, что женщинам приятно приходить на ваши концерты еще потому, что они видят человека, который совершенно не постарел за эти 30 лет. Ну, что вы. Ну, как? Нет, насчет старости-то рановато еще говорить. Но, тем не менее, годы идут. Будем так говорить, заматерел, да. Да. Заматерел. Словно ветром тронула струну. Словно ветром тронула струнула. Словно ветром тронула струнула. Как вы устанавливаете контакт со зрителем? Вы знаете, я уже по шуму в зале, еще до начала концерта, по шуму в зале, я уже знаю, в каком градусе начинать концерт. Потому что очень важно не быть поперек восприятия, потому что публика в каждом городе разная, озабочена разными проблемами. И настроение у каждого зрителя, у каждого зала, в каждом городе часто очень разное. И вот по этому гулу, по этому шуму зрительскому перед самым началом, я уже точно знаю, какой зритель в зале и из чего начинать мне концерт. Как правило, ошибок не бывает. Бывает ошибок, ошибки бывают только по моей небрежности какой-то. Вот когда мы очень опоздали, или мы очень спешим, или просто что-нибудь болит. Человек же, не машина, машина ломается. Вот бывает не попадаю, но это бывает крайне редко. Вы ведь когда готовитесь к концерту, какую-то программу себе берете, правильно? Она просто структурно выстроена, но с моим пианистом мы на ходу меняем. Вы сами ведете концерт обычно сейчас, да? Сам, сам. Да, это хорошо, это интересно. Да, и прямо на ходу мы меняем программу. У нас есть структурный скелет, но мы меняем программу. Мы часто, бывает так, что просто категорически просто идет программа другая, чем мы планировали. Бывает, что неожиданно мы уходим в романс, и публика все просит и просит. А бывает наоборот, от романса уходим в эстраду или в оперетту. Все по-разному. Это живое, так же, как мой пианист. Когда играет свои сольные произведения, он всегда играет по-разному и разное. Тоже он отталкивается от настроения в зале, от ауры, которая в зале повисла, от того, о чем вы говорили, какой контакт с публикой. И он тоже с первых нот должен постепенно войти в настроение публики. И, конечно, его носит на руках. Он там стоит, безусловно, его носит на руках. Он всегда всем нравится. Совершенно чудный пианист и замечательный человек. Молодой папа. Приятно слышать. Приятно. Как вы готовитесь к концерту в течение дня? Вот есть, которые не говорят даже, но это оперные певцы в основном. Нет, это нет. Все зависит от школы. Единственное, что не нужно делать, это говорить по телефону. Строго-настрого. Телефон запрещен. Так общаться можно. Мы же, если у тебя хорошая школа. Я вот сейчас говорю мимо связок. И вы чувствуете, я практически говорю мимо них. Просто воздухом. Нисколько не напрягая связки. Но телефон требует напряжения. Ты не знаешь, как тебя слушают на той стороне. В то время телефонного провода. Но это принцип старых мастеров. Например, старые мастера, они старались в день премьеры или за несколько дней ходить в кино. С утра до вечера. Почему? Потому что в кино они молчали. В кино они молчали. А эмоции это живут. Да. Знаменитый Тита Руф в книге «Гипер была моя жизнь». Он писал, что он за три дня до премьеры, он с утра до ночи ходил на разные фильмы. И сидел в зале и смотрел фильмы. Потому что с одной стороны он снимал предстартовый стресс, предстартовую лихорадку. Получал новые эмоции от впечатлений. И молчал. Его аппарат отдыхал. Но что касается меня, я глубоко убежден, что первое и главное не только для певца, но и для человека вообще это полноценный, достаточный сон. У каждого индивидуума своя норма сна. И там кто-то говорит, что Фридрих, великий король в Пруссии, спал по четыре часа там и был всегда в форме. Наверняка он где-нибудь прикарновал все время в задней комнате своего дворца. Но для меня, например, достаточно семи часов, чтобы чувствовать себя вполне отдохнувшим. Но, во-первых, свежий воздух – это самое главное. А диета? Ну, я не ем мясо, только лишь. А вы мясо? Нет. Вообще? Ну, иногда, крайне редко. Ну, практически нет. А чего еще вы не едите? Жирного, соленого, моченого, острого. Ну, баритон не так уязвим голос, как у теноров. Да. Женщин надо избегать. Почему? По возможности. Да. За трое суток. Девчь не знаю, за сколько. У меня один оперный артист рассказывал интересные. У теноров за полгода там. Смотреть на них можно. А, смотреть? Восхищаться даже полезно. Тестостерон должен вырабатываться. Публику обычно интересует личная жизнь. Давайте немножко расскажите о ней, потому как мне не простят. Смотреть тестостерона, плавно переходим к личной жизни. Ну, что, я женат уже с 69-го года. Сколько? 44-45 скоро будет. На одной женщине. Уникальный человек. Да. Ну, с небольшими завихрениями, но так в основном вполне счастлив. А где вы живете? В Москве? Под Петербургом. Все-таки Петербург, да? Семья там, да, под Петербургом. Ну, я живу, я человек мира. Я живу в гостиницах в разных странах. Дома бываю редко. Ну, может быть... Но дети у вас уже взрослые. Ну, да, дети взрослые. Они уже ближе к моему возрасту приближаются. И внуки. И внуки, да. Внуки, внучка закончила университет. Имеет хорошую специальность, социальная психология, японский язык. Ну, внук уже еще немножко и закончит школу. Так. Как они к вашему творчеству относятся? Ну, по определению. Это моя работа для них. Они... Единственное, что у меня взято по-настоящему точно, это честное отношение к работе. А вот так. Да, честное отношение к работе и... Ну, так... Отдаваться полностью избранному делу. Ну, во всяком случае, внучка не захотела заниматься музыкой. Она захотела быть психологом. И очень, очень удачно закончила наш Петербургский университет. И японский язык – это непростое дело. Наверное. Да. И в японском языке тоже она свободно владеет японским, английским. Так что в своей области она достигла. «Моя жена» Аула. Лишь тебя одну я искал повсюду, Плыли в вышине звездные миры. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя мог я не найти. Ты в судьбе мое, как весенний ветер. Ты в любви мое, вечное тепло. Хорошо, что мы встретились на свете, Но не знаю я, за что мне повезло. Я люблю тебя, ты посмотри, Восходит солнце молодое. Я люблю тебя, И даже небо стало вдруг еще просторней. Я люблю тебя, Тебе протягиваю сердце на ладане. Я люблю тебя, Я так люблю, И ладну тебя. Что для нас теперь? Грома, громы, ханья, Что для нас теперь? Долгие года. Ты моя мечта, Ты мое дыхание, Ты вся жизнь, Моя песня навсегда. Над землей, Распахнула крылья, Радостный рассвет, Трубы протрубил. Это мы с тобой, Мы любовь открыли, И никто до нас на свете не любил. Я люблю тебя, Ты посмотри, Восходит солнце молодое. Я люблю тебя, И даже небо стало вдруг еще просторней. А чем вы в свободное время занимаетесь? О, занятий у меня очень много. Я скажу вам по секрету, Пока нас никто не слышит, Что работа для меня совсем не главная. По большому счету. Для меня важно, Ну, например, Я очень увлечен аквариум-мистикой. Да? Аквариум-мистика. Да. У меня 3 тонны воды в доме И 12 тонн во дворе. Я развожу рыбок. У меня есть своя собственная технология. Я увлекаюсь Южной Америкой И Малайзией. Вот. И у меня в этом плане... Ну, конечно, все живые аквариумы, Живыми растениями. Очень люблю голландские аквариумы. Кто у нас аквариумисты там наш слышит, Привет им большой. Вот. Кроме этого, Я увлекаюсь коллекционированием Видео. Сейчас это уже, естественно, DVD, HD. У меня есть практически все, Что когда-либо Было записано. Метрополитен опера. Или Ласкало. Или римская опера. Или Ковенгарден. Фонотека очень большая. Большая просто библиотека. Ну, сейчас в цифровом виде Все со мной. Так что я пользуюсь плодами Своих собирательств. Это тоже занимает большое время. Потом я автомобилист. Я люблю это дело. У меня нет своего водителя. Я только сам это делаю. И, кроме того, я путешественник. Вы объездили весь мир, можно сказать. Ну, да, практически. Какие города вас особенно впечатляли? И где бы вы хотели жить, может быть? Вот какое-то местечко, которое вас так поразило. Жить бы я хотел под Петербургом, да, Репино-Зеленогорско-Марова, На недельку до второго, что называется. В этом золотом треугольнике мне вполне достаточно. Что касается любимых мест, ну, прежде всего, Лондон и Париж. Причем они настолько разные. Париж свой. Свой парень. В нем хорошо отдыхать, расслабляться. Прикоснуться к прекрасному. Демократичен до безумия. Хороший город. Красив. Красив. Душой там отдыхаешь. И, наоборот, чопорный, аскетичный. Заставляющий восхищаться. Царь городов Лондон. Царь городов. Я люблю его очень. Вот за верность традициям. За постоянство. За то, чем мы не обладаем. Вот мы, Ивана, не помнящие родства, была такая поговорка, да. Каждый вновь пришедший перечеркивает все, что на него было. Временщики. И заново строит историю. Там этого нет. Там все в одинаковой мере сохраняется. Они гордятся. При самой древней... Здесь была 600 лет назад табачная лавка. И она стоит до сих пор. При самой древней демократии они сохранили королевскую власть. Это вообще нонсенс. Очень люблю Сан-Франциско. Чудный город. Люблю его. Золотой бухт, золотой рог, мост. Все это для меня очень... Тот же самый Алька-Транс. Бухта его. Люблю очень Сан-Франциско. Люблю Бостон. Очень люблю. Люблю Киев. Очень люблю Киев. Нравится мне этот город. Красив. И в нем есть какая-то такая вот... Ну, знаете, мать городов русских. Или отец. Я уже не знаю, какого он рода. Безусловно. Вот. И сейчас вот в восторге от вашего города. Но его надо еще полюбить. Ничего. Надо полюбить. Он на правильном пути. На правильном пути. Вы совершенно правы. Рим. Невозможно не любить Рим. Ой, да. Невозможно не любить Венецию. Невозможно не любить Флоренцию. Невозможно не любить Италию вообще. А не Аполитанский залив. Да. Да. Много мест на самом деле на земле, где хотелось. Не зря же многие из великих завещали себя хоронить именно в Венеции. Да. На Мицианском хладбище есть много наших. Но зато жить вы хотите только под Питером. Вы почвенный патриот. Ну, там прошло мое становление. Это опушка леса, в которой я живу, для меня родная. Я знаю каждую травинку, каждую былинку. Хотя родился в Николаеве. Но Николаев для меня тот родной. Зачем я с вами в этот вечер? Зачем кружится голова? Зачем все чаще наши встречи? Ведь это море шепчет изменчивой волной любви слова. Но все, что нам подарит море, перечеркнет прощание час. Сына текут года, но больше никогда, я не увижу вас. Сына текут года, но больше никогда, я не увижусь. Сына текут года, я не увижусь. Зачем я не увижусь. Сына текут года, я не увижусь. Чем все чаще, я не увижусь. Где следа? Смотрю я в небо, не дыша И вижу, как летит воздушный шар А ты стоишь в корзине и печально молчишь мне Кто же знал, что шар наш вдруг вырвется из рук Вырвется из рук Эй, милая, ты не сердись Ты остановись и спускайся вниз Но ты меня не слышишь, летишь за облака И пчусь я за тобой, дорогой крутой Через шар земной давит Да мне не хватит силы на марапорт такой Сергей Георгиевич, а что вы пожелаете донецким зрителям, которые, я уверен, очень хорошо вас помнят и ждут? Во-первых, вы правильно сказали, что страна на правильном пути Ну, опять же, с завихрениями Шаг влево, шаг вправо, два шага назад, шаг вперед Без завихрений мы вообще жить не умеем Да, 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 да Но путь верный Самостийность, я считаю, пошла на пользу И пойдет на пользу Ну, не сразу По Библии там 40 лет это очень условно Моисей водил свой народ очень условно Я думаю, что должно пройти больше Но все мы на правильном пути Мы в едином створе Развития исторического, эволюционного И жаль только, что ни мне, ни тебе Как говорится, не придется жить В то время прекрасное, да Но все верно И единственное, что хочу пожелать Каждому найти свою любовь Вы знаете, это то чувство Которое стоит всех остальных чувств вместе взятых Любовь это основной инстинкт Это основополагающий И кто встретил свою любовь настоящую Тот счастлив навсегда Навеки вечные Вот только этого Будет любовь, все остальное приложится И здоровье, и веселое настроение И оптимизм, и все остальное Идет влюбленный человек, его видно сразу Идет влюбленный по планете, да Ему сегодня каждый рад Есть такая песня в моем репертуаре Наша передача окончена К сожалению Сергей Георгиевич, спасибо вам за визит За беседу Что вам пожелать Наверное, еще, чтобы вы оставались 40 лет в эстраде Коль у вас А если 45, то 45 Буду стараться, да Привожу к этому максимуму Субтитры создавал DimaTorzok